танцуете да ну танцуете это на путин сказал как думаете вот если вот какой-нибудь человек в кадре не будет есть это же нормально не блять с кем я работаю нахуй нихуя себе расскажи еще что-нибудь про Шостаковича сейчас он заснет задайте ему вопрос ой ты хочешь чтобы в Риге с тобой что попиздились или что такое давай острые вопросы все любые ладно вы кушаете только вы расскажите для начала как у вас прошел год потому что ну год уже закончился да закончился ты прав какие события у вас в этом году вас не знаю порадовали огорчили чем запомнился вам этот год а надо про что говорить про вообще да вообще с творчеством или про или в творческом смысле ну как что для вас ближе кажется в творческом смысле мы мне кажется одно из самых больших что мы сделали таких дел это мы запустили канал свой собственно на ютюбе не знаем куда это все вы вырулит но вот мы запустились в общем в общем политическом плане у нас санкции нас немножко тревожит каждый день новые приколы да пока вот пока еще прибалтику пускают но возможно что последний раз вот мы вылетали из москвы евро стоил 75 да мы прилетели в евро стоит 79 уберут скоро таблицы таблицы убрали а евро стоит не перестанет они не знают как с этим бороться про возможно евро с улиц тоже скоро уберут конечно это вообще странно что люди которые возглавляют наш экономический аппарат считает что проблем в таблице это из-за таблиц ребят не за того что в жопе что-то это из-за таблиц все оказывается плохое настроение точно из-за таблицы нет а так хорошее хорошее настроение идешь в летней куртке в декабре с другой стороны тоже не было хорошее настроение да я же таблиц не видел а потом ты мне показал курсы я расстрелюсь по сути также получил согласно это право не да на самом деле да вот мы пока счет не принесли все в хорошем настроении не на год все равно в целом насыщенный да получилось так что насыщены через чур насыщены да мы я вот я могу про себя быстро скажу я много лет работал в офисе придумывала юмор если это можно сказать профессионально а вот недавно в 2018 году ушел из этой практической профессии и теперь я на свободных хлебах чувствую себя великолепно это самое главное достижение со знаком плюс да да день про нет но так нормально ну поле но в них не главное не деньги позднее время всегда когда путин сказал это не моя главные деньги уйдите сейчас люди просто начинают понимать мне кажется что если мы пошли в такие философские темы что главное это счастье человеческое твое личное создать жизнь она одна и время у тебя ограничено вот и поэтому когда человек решается на поступок подобный лови нам он становится счастлив и у него все же становится хорошо даже пускай без денег не переживай ну что то но я пока подожду посмотрим чуть попозже расскажу нас как это классно но пока мне начинается удался этот план нравится пока очень классно про youtube я еще вас прошу я хотел начать с камеди если я не ошибаюсь в этом году не было ни одного эфира с вами абсолютно верно совершенно правильно то есть ваши дороги разошлись или как все наши дороги я могу ответить на наши дороги разошлись в конце прошлого позапрошлого года начале прошлого и мы с ребятами решили что мы будем двигаться сами сами делать то что нам нравится то что нам близко нас очень многому научили там нас очень многому научил гарик мартиросян на виды и остальные тоже авторы и продюсеры тоже много как это повлияли я больше скажу человек который там работал креативным продюсером он ушел вместе с нами ну он пришел на другую работу все на конкурирующий канал но он с нами это наш как можно сказать помимо того что вдруг он наш продюсер мы вместе делаем наш youtube канал сейчас ситуация следующая мы чуть подостыли мы естественно занимаемся все наши силы бросаем на наше youtube творчество но возможно возможно в этом году мы появимся в камере клуба возможно появимся возможно не в этом году я сейчас игре расстрою немножко мы уже точно не появимся в камене клуба в будущем в будущем тупой возможно мы появимся я бы не скажу наши пути вообще разошлись на самом деле там нам просто предложили справедливо найти какой-то новый формат и мы параллельно с этим поиском решили запустить самостоятельное творчество где мы сами решаем что мы хотим показывать правильно это неправильно смешно не смешно мы решаем сами мы хотим делать сами себе пройдем и про мы и есть формат то есть то что мы делаем это наш формат то что мы хотим говорить это наш вас ограничивали в камень в любом случае это comedy club это определенные рамки это вообще знаешь как говорить с чужая дискотека там вот люди танцуют кто-то давно танцует кто-то очень давно танцует кто-то директор дискотеки открывают танцуете да ну танцуете там новых привезли вот мы в дискотеку пришли в адреску пришли но как и когда закрывается клуб и когда приходит следующий раз нам говорят вот а мы на обоят вот слушай ты хочешь быть здесь ты должен делать что-то то-то и тут будем классно а можем делать еще вот это нет вы можете только то что я тебе сказал но мне кажется что основная проблема была в том что есть пока в случае в том что нам не говорят конкретно делать то-то то-то этот то есть нет такого момента что типа вот вы должны делать то-то то вы должны делать что-то другое отличное вот совсем другое выграем миниатюр классно показывать молодцы но нет давайте еще что-нибудь потрясающее такое что они круто делают они круто делают миниатюры значит пусть они не делают меня сложно придумывать ну то есть придумай то не знаю что когда то есть спасибо за будет момент у нас немножечко начало расстраивать напрягать когда ты сидишь в кабинетах и выдумываешь непонятно что когда и так все говорят что типовыми то что вы делаете это нормально прикольно но недостаточно для форматов вообще столкнулись с тем что вот коля не даст собрать мы начале восемнадцатого года мы сели мы же не ушли откуда мы сели прописывать себе новый сезон комедиклад какие-то новые съемки и поймали себя на мысли что мы не хотим этого ну не получаем удовольствие это сейчас работа а как только творчество превращается в работу вы особенно такое это все идет хером ваша зарплата в камень зависела от выступлений от количества выступлений у вас фиксированная от количества выступления от количества эфиров от количества номеров попавших в эфир телеканал центр как думаете вот какой-нибудь человек в кадре не будет есть это нормально почему ну вот например один из нас сказали есть это мы вырежем вырежем все что ты говоришь верным просто когда ты говоришь и ешь это плохо слышно хотя бы я просто я у нас на канале занимаюсь монтажом я знаю все эти пугу не занимается он называет монтажом вот правый микрофон потише просто сделаем да в одну дорожку это вы будете проходить в монтаже в общем короче мы решили просто чтобы у нас как у нас получалось что многое многое из того что мы делаем уходил в стол ну по тем или иным причинам тоже не подходил под формат шоу любое телевизионное шоу это формат так или иначе то есть там есть другие шоу с которыми они стоят в разное время в сетке вот они специализируются на разном скажите скажем так юморе если мы делаем что-то что заползает скажем на территорию другого шоу мы предположим выделили написали стендап нам скажут что мы ребята это как будет еще стендап то можете показать а нам хочется показать на канале есть вот объективно я рассказываю там смешные истории я эти смешные истории и никогда в жизни бы не смог показать в комедии история такая мы были в израиле я и коля мы выступали обо тоже был и мы идем в номер сколь у нас не работает свет не работает цвет и донни ресепшен ресепшен такая тучная такая колоритная еврейка все такая женщина мы не спрашиваем женщинам прощай у нас свет к нам имеет не работает а надо на мастер будет ангод нет надо выключателем поиграться на полюси мы говорим что надо сделать это помираться в comments выиграть из пограть и отдыхая телем все � чегоba small лиим в лифте обратно думаем как человек отца astronauts выключателя все приятно поигрались еще заработал все замечательно все заработало начал веду чтоб коротко вообще свет пропал мы стоим в шоке штук двери открываемся три шапкурить. Я был тем человеком, который очень долго выносил всем мозги по поводу того, что нужно сделать, как минимум параллельный проект, где бы мы могли делать фут. Захотел сделать стендап? Ну, прочти. Захотел миниатюру? Прочти. Может быть, мы пантомимом покажем, не знаю. Сейчас мы занимаемся тем, что приглашаем гостей и с ними играем в игры, но я уверен, что мы на этом не остановимся. Мы будем пробовать новые форматы и даже когда найдем удачный, мы все равно будем продолжать экспериментировать. То есть, в тот момент, когда мы скажем, вот у нас есть формат, я думаю, что в этот же момент мы закроем YouTube канал, потому что это будет означать конец такого творческого развития, скажем так, ну, по крайней мере, как я думаю. На деньги, заработанные в Камеди, что вам удалось купить? Вот этот вот свитер или как это называется? Нет, ну на самом деле… Это серьезный образ? Ну да. Машину. Ну, там есть… я бы так сказал, на деньги заработанные благодаря Камеди. То есть, в самом непосредственно ООО «Камеди Клаб» или как это сейчас называется? Ну, не важно. Мы заработали не так много, но это дало, конечно, там концерты и так далее, которые принесли достаточно… Я какое-то время жил исключительно на том, что мы зарабатывали с концертов. В самом Камеди Клаб платят мало молодым ребятам. Давайте честно. Да. Что, мы боимся их обидеть, что ли? Пусть платят деньги нормально, но их никто не обижать не будет. Нам подняли вообще, нам подняли гонорар за эфир. Знаете, когда? Когда мы пришли и сказали, поднимите, пожалуйста, гонорар за эфир. Ты сейчас пробовал на это жить вообще? Да. Они сказали за одну секунду. Да. Давайте вот так. А, должно просто прийти, оказывалось. Возможность попасть в Камеди вам дал Камеди Баттл. Конечно. И вообще, если посмотреть на ярких представителей Камеди Баттла, практически никому не удалось закрепиться в основном составе Камеди Клаба. Почему, на ваш взгляд? Мне кажется, Галк так или иначе сказал, все равно Камеди Клаб, как программа, достаточно сложившаяся, сбитая машина. Ну, на мой взгляд. Я сейчас буду говорить свое ощущение такое. Я там буквально чуть-чуть прикоснулся в целом ко всему Эконому. Это сбитый коллектив, так или иначе. И это даже, который существует сам по себе. И в который влиться практически, ну, очень сложно, практически невозможно. То есть, это не потому, что они там привереды и плохие люди. Просто, все равно, Камеди Клаб – это, в первую очередь, там, грубо говоря, Харламов, это Воля и так далее, для зрителей. И, ну, да, какие-то там вот старики, на которых смотрят зрители, которых ждут всегда. И, соответственно, на них ставка. Она где-то подсознательна в головах всех авторов, продюсеров. Все равно ставка идет на тех ребят. А ты должен чем-то удивлять все время. Ну, то есть, разрывать себе задницу. Это, с одной стороны, хорошо из этого вырастает, что там как-то творческих какой-то мощная единица. С другой стороны, ну, это просто затрахивает какой-то момент. Ну, вот есть момент определенный в экономике, называется каннибализм. Ну, то есть, грубо говоря, то, о чем Вова говорит, сформированный организм, творческий процесс, проект, в котором, например, нишу юмора такого на грани, скажем, или как-то, я не знаю, как его назвать, занимает Харламов, предположим. Ну, там он нишу всего юмора занимает, но предположим, что вот он занимает нишу юмора, предположим, с матом, условно говоря. И приходит какой-то другой юнит, который хочет заниматься тем же самым. Я тоже хочу материться со сцены, условно. Я не говорю, что Харламов только материться со сцены. Возникает вопрос, тогда мы должны что, получается, Харламова убрать немножко, у него срезать эфир и оставить его. А чем-то сильнее. У него там за плечами 15-летний опыт выступления в этой передаче, не только в этой. А ты только пришел, хочешь заниматься тем же самым. Зачем нам это, непонятно. И получается так, что молодые ребята приходят, у них есть несколько ярких выступлений, а потом сталкиваются с одним и тем же вопросом. А что дальше? И чем ты отличаешься? И как должны зрители отвечать на вопрос, что это за ребята? Типа, а, это те, которые по потолку ходят? Ну, вот уже до этого дошло, да? То есть уже невозможно придумать в рамках этого проекта, ну, или очень сложно придумать формат, который бы реально отличался. Но что еще в рамках миниатюр можно придумать? Ну, допустим, мы будем в зеленых плащах показывать миниатюрку. Нет, ну, есть же, например, не знаю, Коты и Чехов, которые на кого не похожи. На кого не похожи. И они тоже не смогли забегаться. Их уже давно нет. Да, почему-то. Но есть, например, трио Питер, у которых получилось, в принципе. Ну, в целом получилось, да. В целом получилось. Ну, они, во-первых, не из баттла, наверное, все-таки. И, во-вторых, они, нельзя сказать, чтобы, насколько я сейчас знаю их историю, это нам рассказывал никто иной, как Гарик Мартиросян, они приходили в комедии, потом у них была какая-то пауза вот такая же творческая, они уходили, потом возвращались. То есть, этот процесс, он занял достаточно продолжительный период. Они начинали как дуэт быдло даже выступать иногда? Да, конечно, начинали, да, и даже, по-моему, несколько лет назад они показывали как быдло. В общем, они додавили, то есть то, о чем я говорил, они додавили, они дотерпели там как-то, наверное, и как-то переработали сами себя, перешагнули через эту вот такую мясорубку и добились того, чего добились. А в остальном просто очень сложно, морально, в первую очередь. Ну вот, я хочу сказать, что обратить внимание можно, да, на наши, скажем бы, номера. Вот мы когда попали из Comedy Battle в Comedy Club, мы пришли, как раз нам сказали, все, Мартиросян нас видел в Comedy Battle, он видел наши номера, мы ему очень нравились, он нам это говорил, он нам это даже в телеэфире говорил. Вот, он пригласил нас в Comedy, мы пришли и он сказал, все, то, что мне нравилось, ты здесь не будешь показывать. Мы немного, у нас порвался шаблон. Мы говорим, тогда что мы здесь делаем, если это не нужно. Да, да, что-то вот, то, о чем Коля сейчас говорил, что-то придумать, что-то то, другое. Если посмотреть пятнадцатый год, у нас в пятнадцатом году было все это, наверное, четыре там или три эфира. Мы вот в этом году пытались придумать что-то какое-то непохожее, типа формат. Мы сначала картинки делали, потом видео делали, потом магазин на диване, это еще первый наш номер был. Самый удачный наш период там выступления, где у нас было много эфиров, это тот период, когда мы просто показывали то, что делали до этого в Battle. Мы как только нам разрешили показывать номера, все стало хорошо, но потом просто настал момент, когда нет, все-таки надо что-то по-другому. По мне смысл в этом есть, конечно, что отличаться нужно, да, но, как правильно говорит наш друг Радик Бегулаев, если ты придумаешь себе уникальный способ выступления, зачем тебе Comedy Club? Иди, это же уникально, делай это сам. Еще момент такой, что когда ты вот запихиваешь себя в какую-то... Вот Питер, у них есть определенное там, скажем, направление юмора, я не знаю, как его называют, типа юмор. Наркоманов. Ну, наркоманов, кто-то называет. Это бабушки у подъезда, это смирняги называют. Наркоман, или как это называется, по-другому, я не знаю. Ну, абсурд, я не знаю. Ну, абсурд. Абсурд, да. Как угодно назовем. В любом случае, они, я не знаю, нравится там, не нравится, наверное, им это нравится, в любом случае, они вынуждены до определенной степени делать весь свой материал вот в определенных рамках. То есть, если они, или они, либо USB, например, придут, скажут, ребят, мы хотим, знаете, что мы хотим, я не знаю, петь, играть на гитарах, как Зураб там, да, с ребятами, и, значит, петь песни, им скажет, ну, как-то это, у нас же Зураб есть. И ты, получается, замыкаешь себя в определенном узком коридоре, в котором ты должен работать для того, чтобы отличаться. А на определенном этапе перестает хотеться это делать. Хочется все свои творческие порывы реализовывать. То есть, чтобы там не было такого, что, ребята, я придумал такую классную идею. Не, ну, это не для нас идея. Да, ну, согласно, если ты занимаешься юном, хочется же веселиться. Да. Хочешь веселиться, хочется веселье, хочешь, чтобы у тебя процесс был веселым. А когда это вот такой борьба какая-то с форматами. Серьезно. Да, в самом деле комедий клуб это в любом случае контест, в любом случае борьба. То есть, каждый номер, который у нас был в эфире, это значит, что мы в своей какой-то нише, мы победили других резидентов по уровню юмора, по уровню смеха. Соответственно, в другой передаче там они нас где-то победили. Поэтому то, что нашего номера не было. В основном они нас побеждали. Не, ну, смотря с кем ты сравниваешь. Вот. А ты с кем сравниваешь? Ну, сейчас мы всех друзей потеряем. А у нас нет друзей, да? Тогда ладно. Тогда поименно. Козлы в камеди. Значит так. Так, теперь педики, да? А кто, на ваш взгляд, самый недооцененный участник Камеди Баттл? Камеди Баттл? Баттл, да. Я сейчас скажу крамольную вещь. И вот мы когда в КВ играли, не смотрел другие команды. И когда мы в Баттле выступали, не смотрел другие июня. Это даже на уровне суеверия. Недооцененный, которого пригласили и не получилось? Или которого не пригласили? Которого, может быть, да, даже не пригласили. Который заслуживает больше. Смотрел Баттл? Ну, не позвали. Там просто по разным причинам. Не всегда очень талантливые и классные. И даже не обязательно позвали в Камеди Клаппу. Которого, может быть, не получилось стать популярным. Не знаю, зарабатывать себе на жизни. Возможно, пример это Лена Кукона. Да, самое основное, мне кажется, Лена Кукона. Но у них по своим причинам. Они хотят свое что-то грандиозное делать. Я думаю, что сделают рано или поздно. Ходят слухи, что они что-то готовят. Ну, да. Вроде. Да, они готовят. Есть многие люди, которые что-то готовят. Но уже есть слухи, что они уже не готовят. Ну, я к тому, что по разным причинам. Нельзя сказать, что они недооцененны. То есть, Лена Кукона – это очень крутой юмористический единиц. Единиц. Как сказал бы Тамби Масаев. Да, единиц. Но нельзя их назвать недооцененными. Потому что их там, по-моему, и звали куда-то. Их, может, в Клаб. В Клаб. Не знаю. В Клаб. Но, в целом, они достаточно востребованы. Они работают. Они что-то делают. Все время. Они не любят выступать. Я знаю. То есть, они не любят концерты, не любят корпоративы. И вот не любят. Мы как-то… Я не помню. По-моему, мы когда делали свои вечеринки в Хопхеде, по-моему, был какой-то момент, я его просил Рустама, чтобы он приехал выступить. Он говорил, типа… Ну, он там говорил, ну, если… Ну, как тебе надо. Прям вот здоровье матери от этого зависит. Мы приедем. Он говорит, потому что так, мы терпеть это не можем. Он говорит, что, типа… Разонравилось. Но, опять же, надо… Знаешь, что тоже иметь в виду? Что… Камеди Клаб еще может уничтожить юмористические единицы. Потому что Камеди Клаб в натуре может поломать. То есть, например, ты приходишь, ты талантливый, крутой чувак там в баттле. Вот так же Лена Кука. Я не знаю, как бы это было. Если бы они пришли, вышли, и там бы… И не сработало бы это. Это же другая сцена. Камеди Клаб – самая сложная сцена в России. И еще я хотел бы назвать… Это точно. С удовольствием хотел бы назвать одного человека. Я, кстати, все время про него говорю. Тоже не могу сказать, что он недооцененный. То есть, там, наверное, он и дооцененный достаточно, но по большому комплексу различных причин, наверное, он до сих пор не является суперизвестной, суперзвездой юмора в России. Это Фил Воронин. Я считаю, что это абсолютно гениальный. Но он же автор, сильный автор. Он участвовал в баттле? Он же пишет многое. Он участвовал, да. Он очень много пишет. Я с Филом вместе работаю. В «Однажды в Россию»? Да. В «Однажды в России». Он очень много пишет, но только он не пишет. Он востребован. Он гениальный человек. Но я считаю, что ему не хватает медийности. Мне кажется, он бы покорил вообще всех, если у меня было чуть больше желания, что ли. Я не знаю, от чего это зависит. Хотя, вроде как, он и хочет что-то. Я поддерживаю, что Володя говорит про Фила. Но, опять же, могла бы ситуация, что Фил пришел бы в кабинете и ему бы сказали, нужно что-то думать тебе, что-то придумать. И вот он вместе со своей гениальностью пошел бы в жопу. Поэтому и правильно, что он туда не ходит. Вот, наверное. Ну, кстати, насчет баттла. Он же там выступал и его не сбросили. Он просто ушел оттуда как-то. Ну, во всяком случае, в эфире это так выглядело. Он просто пропал. Большое количество разных причин у него было. То есть, он в какой-то момент, действительно, в баттле был не очень. Не, а одно было у него смешно. Одно было, или два каких-то. Ну, вот не очень. Почему? В контексте того, что до этого говорил, достаточно странно, да, получается? Да, нет. Это парадокс. Он парадоксальный тип. Но я считаю, что он из всех авторов, юмористов страны на сегодняшний день, в общем, тех, кто моложе меня. Я считаю его самым талантливым человеком в стране. Ну, тогда его может... Так что, Фил, давай, бомби. Главное, чтобы его Ургант не переманил тогда. Фил, все, что вы могли сказать за 200 долларов, мы все сказали. Ургант переманил на место Хрусталева, ты имеешь в виду? Нет, нет. Штаб авторов, там же у него 400 человек. Да Ургант про него не знает. 400 человек? Нет, я больше не знаю. Ну, нет, там вроде кто-то говорил, около 20 авторов. Ну, это хорошо. Ну, 20 авторов, на самом деле, это не так, что много. На всех проектах приблизительно 10-15 человек работает. Вообще на всех телевизионных проектах. В комедии тоже авторов, я не знаю. Ну, сейчас не знаю сколько-нибудь, около 10 осталось, наверное. Правильно ли мы употребляем слово «авторы»? Может быть, все-таки сценаристы их правильно не говорят? Нет, они именно авторы. Вот мы работали, я работал на «Одно раз в России» автором. Какой сценарист к чертям? Окей. То есть, я не пишу сценарии, я не писал никогда сценарии. Ну, когда-то писал, но дело не в этом. Я автор шутки. Ну, я пишу, мы просто пишем шутки. Это, мне кажется, больше... Просто автор – это не профессия. А что, там были непрофессионалы? Ты Чехову расскажи. Надо, чтобы... А, он врач. Надо залезть в словарь. Ну, можно залезть в словарь. Но я бы называл их авторами и себя тоже. Окей. Ну, давайте поговорим про передачу на другом канале. Про КВН. Вы же начинали в КВН. Да. В разных командах, насколько я понимаю. Да. Это было просто студенческое увлечение или вы ставили себе задачу сжать руку Маслякову, попасть в высшую лигу? Да, конечно, ставили. Это было студенческое увлечение, в рамках которого мы ставили себе задачу сжать руку Маслякову, но оно не вылилось в руку. Пожатие не материализовалось именно потому, что это было студенческое увлечение и лично я не давал ему развиться в нечто большее. Вот для себя. У меня, наверное, абсолютно противоположно. Я поступил в РУДН, Российский университет дружбы народов, только потому, что знал команду КВН оттуда. И по дороге, потому что у меня был институт. Я туда поступил, сразу пошел в КВН просто по фану абсолютно. И знаю эту команду. Я никогда не стремился к чему-то большому, к пожатию руки. Просто это был очень мощный фан. Сильное веселье. Постоянные пьянки, разгоны, огромное количество друзей, знакомств и так далее. И далее все, что происходило у меня лично в КВН, происходило по наитию. Вот как получалось, так и получалось. Взяли туда, взяли туда. Приехали к нам какие-то авторы, договорились поработать. Мы сотрудничали с ними. Перестали работать. Мы работали сами. Писали шутки. Попали в Премьер Лигу. Ну, прикольно. В Премьер Лиге ничего не получаться. Но при этом администрация и Александр Васильевич Масляков в свое время говорил, что давайте боритесь. У вас осталось чуть-чуть до выхода на какой-то большой уровень. Но запал-пропал. Мне стало неинтересно. И я просто сказал, что я больше не буду играть. И все. И ушел. Хотя были возможности дальше продолжать. И может быть добиваться каких-то успехов. Сейчас бы сидел в жюри КВН. Возможно. Но я не жалею об этом. Мне просто чертело играть в КВН. Когда просто пропал фан опять. Пропало веселье. Надо было сидеть, работать, добиваться каких-то высот. Но кому-то кто-то скажет, что это может быть лень или какое-то раздолбайство. Просто я считаю, что КВН в этом и суть КВНа. Это должно быть веселье абсолютно. Если нет веселья, то это вообще то, что мы иногда можем видеть по телевизору. Вы следите за КВНом сегодня? Да. Я да. Всегда. Постоянно. Хотя меньше удовольствия это сейчас доставляет. Не знаю почему. Я вот прошлый год абсолютно позапрошлый абсолютно не следил. А потом мы в финале с партией писали почему-то. Я вообще не смотрю КВН почти с момента, когда перестал на него играть. Очень-очень мало. Мы однажды в России работаем с бывшими КВНщиками, достаточно известными. Я работаю с Зауром Бойцаевым и с Мишей Стагниенко из плохой компании. Наша авторская группа. И у меня невозможно не следить за КВНом. Потому что они следят за КВНом за всем. За всем любым. Абсолютно ему все интересно. Кто где-то там что-то упер. Он даже журит, по-моему, Премьер Лигу. Фил, нет? Да, журил. Он же в два раза вице-чемпион. КВН повлиял на вас, как на комиков? Конечно. Я бы сказал, что это одно из самых мощных влияний. Это вообще одна из причин стать комиком. Я думаю, что это единственная моя причина, по которой я занимаюсь юмоном. Конечно. Как мы могли понять... Очередной парадокс. Как мы могли понять, что мы можем выступать на сцене, если бы у нас не было возможности пойти выступить на сцене КВН? Это до сих пор хорошая школа? Или сегодня можно обойтись без выступлений в КВН? Сейчас вот война стендапа это все называется. Сейчас не обязательно играть в КВН. Когда мы играли в КВН, не было стендапа. Сейчас можно сидеть на кухне, самому себе написать шутки и пойти в Comedy Battle и сразу получить эфир на ТНТ. Если у тебя удачный монолог. Даже упасть можно. Можно же так сделать? Можно. Приходи на кастинг, показывать смешные шутки, тебя возьмут. Все. В любом случае вариантов больше. Вариантов проявлять свое творчество в разы больше, чем было 10-15 лет назад. Потому что есть тот же самый интернет, где мы с вами находимся, где можно вообще все что угодно показывать и становиться популярным. Это мы видим сейчас просто невероятный бум звездности в интернете. На телевидении есть дофига выходов различных. Может быть их там не огромное количество, но они есть. Для телеканалов больше сейчас еще. Если бы меня спросили, скажем, 10 лет назад, стоит ли, вот я хочу заниматься юмором, стоит ли мне идти в КВН. Я бы сказал совершенно точно, да, надо идти в КВН. Пройти несколько лет, поиграть в разных лигах разного уровня. Несколько раз обосраться. То есть, когда тебя вперед ногами выносят более сильные команды. Вот. Все обосраться очень полезно. Вот. Но если спросить меня сейчас, стоит ли идти в КВН, я бы сказал, нет, не стоит. Потому что у тебя есть телефон, на крайний случай, в лучшем случае какая-то камера, хорошая или плохая, и ты можешь написать себе на кухне монолог, пойти его проверить в какой-то клуб. Да, каждый день. А вечеринка каждый день происходит. Каждый день. В открытый микрофон можно просто записаться, прийти, просто рассказать людям шутки. Там получить цинический опыт. Удачный, неудачный и т.д. Понять, что работает, что не работает, что работает лично для тебя, что тебе нравится, не нравится. Понять, нравится тебе в принципе и самое главное, что на этом пути не будет ни одного человека, который бы тебе говорил, что тебе не надо делать. То есть, ты искреннее dramуешь. А это очень важно, чтобы не ограничивали твое творчество, и ты понимал, что тебе не надо делать. Только выйдя и сделал что-то, и поняв что тебе то не нравится, либо не нравится твоим зрителям. А раньше мы проходили школу, когда у нас были учителя, условно говоря. Сейчас есть возможность обойтись без них, но при этом у тебя больше такой творческий полет получается. Ну, не сработало что-то, не получилось, но зато ты это сам сделал. И сам сделал какие-то выводы после этого. И сам пошел дальше. Мне кажется, я вот не до конца с Колей согласен. Мне кажется, все равно это очень важно. Если есть возможность, по каким-то причинам, так получилось, что есть человек, который тебе может посоветовать, как тебе делать. Ну, дайте совет. Если есть такая возможность, это очень круто. То есть, например, очень многому нас научил Грегарик Мартиресин. Очень много. На одни и те же вещи, как мы смотрели всегда, он просто нам показал, можно смотреть чуть по-другому. Очень многому вообще изначально всему нас научил Слава Дус Мухаммедов. Вот меня конкретно. Ты видишь, как человек придумывает, ты видишь, как он думает, ты видишь, что нужно. Он, разбирав темы, которые нужно затратить, не нужно затратить. Так просто быстрее. Но Колин путь тоже, конечно, имеет место. Так просто дольше. Либо, если тебе дано, и знаете, есть такое ощущение. Бывает такое, вот когда ты чувствуешь. Вот у меня такое бывает. Я вот, может быть, не всегда могу объяснить, почему шутка – это шутка. Абсолютно никогда. Как это? Все. Что никогда? Да, расскажи, расскажи. Ну вот, я не могу когда-то объяснить, почему вот эта шутка в какой-то формулировке смешная. Но я вот знаю, что это смешная шутка. Прям очень. Знаю. Вот не знаю. Я не могу просто объяснить это математически, но я чувствую это. И так всегда работать. Так есть же такие люди, которые просто чувствуют, что вот так надо выступать. Что вот так надо говорить. И это работает. Это просто так. Опять же, если мы говорим про КВН, то в КВН ни тогда, ни сейчас нельзя было идти изначально для того, чтобы стать артистом, автором, сценаристом, продюсером. Это глупость. Так не происходит. Так не может быть. То есть я прихожу в университет на первый курс. Думаю, так, у меня сейчас пара, но я зайду в КВН, потому что я хочу стать мощным сценаристом на телевидении. Таких вообще, мне кажется, примеров просто не бывает. Да еще когда мы играли в КВН, как бы сейчас банально не звучало, реально был крутой КВН. Причем крутой КВН был и не телевизионный московский, где вот мы, Коля, играли в Севернии Москвы и Подмосковье, там, вместе с командами, которые потом добились больших высот, там, как станция спортивная. Мы играли с ним еще в не телевизионный канал. Было круто. А сейчас я даже не знаю. Если нас не устраивает не всегда, почти всегда не устраивает, что по телевизору происходит, посмотрите, что там происходит. Не представляю. Что касается Ютуба, который вы... Слово вылетело. Интернет? Нет. Который мы застряли. Который вы планируете захватить. Чтобы успешно заниматься юмором, нужно очень много работать. Это факт. Мне кажется, чтобы успешно заниматься чем угодно, наверное, нужно очень много работать. Но в юморе точно нужно очень дохерашевое дело. Покажи, пожалуйста, руки в камеру свои. Зачем? Затерпы. Чтобы мозоль увидели, как ты много трудишься. За крови. Предлагаю за это выпить. Да, ну, в общем, что касается Ютуба, который вы... Который, опять слово вылетело из головы. Покорять планируете. Да, покорять. Это ты сказал. Мне на ум приходят Соболев и сейчас Харламов с Батрудиновым тоже пытаются что-то делать в Ютубе. Вы следите за этим? Да. Да, я слежу. И за кто-то еще и с камедью на Ютубе есть. Больше примеров я не знаю. У Воли есть свой канал, он туда выкладывает тот же контент. Но вам нравится, например, то, что делает Соболев, которого сейчас уже многие воспринимают не как камеди-клабовцев, не как участника программ на ТНТ, а как блогеры? Ну, как, я бы сказал, как комик и юмористы из интернета больше, чем, да? Соболь... Уже не блогер, скажем так. Мне от этого иногда страшно становится. С другой стороны, это его стиль. Мне очень нравится, как Соболь разговаривает со зрителями. Я думаю, что нет людей, которым это не нравится. Это очень смешно. Есть огромное количество людей, которым это не нравится. Я бы сказал так. Это талантливо, наверное. Лично мне, ну, вот, поможет Шостакович сказал, эту музыку писали не для вас. Вот это вот юмор Соболева, это написано юмором, ну, не для меня. Это Выжуков бандурил. Это тебя они сказали. Они передали Шостаковича. Вот, но вместе с тем мы не... Блядь, с кем я работаю, нахуй, ни хуя себе. Расскажи еще что-нибудь, Шостакович. Но лично мне нравится, как он действительно трудится, и он добился успехов на этом поле. Хотя, когда он начинал, относились все к этому, конечно, скептически. Он это все преодолел, забил на всех болт и сделал то, что он сделал. Это круто, бесспорно. То, что он там добивается своих целей и как он их добивается, это безусловно круто. И что касается Харламова и Бутурдинова, опять же, музыка не для меня написана. Мне кажется, все-таки они ориентируются на более молодую аудиторию. Мне уже не совсем интересно смотреть этот контент. Мне было бы интереснее, если бы они работали в жанре какой-то скетчей или миниатюры. Их, наверное, это уже обрыгло, но вот это мне было бы от них интереснее смотреть. А то, что Соболя воспринимают сейчас больше, кто-то воспринимает именно как блогера, и я могу сказать, что если ты постоянно делаешь какой-то контент, неважно, кто-то считает, что он удачный, кто-то считает, что он неудачный, кто-то считает, что это полное говно вообще, кто-то считает, что это божья роса, да? Один хер это все найдет своего зрителя. Вот рано или поздно. Будут люди, которые будут смеяться, кто-то же смеется, правильно? Значит, это их. Вот ты не смеешься, это не твое. А ты смеешься, это твое. У него полмиллиона подписчиков. Полмиллиона подписчиков, значит, это удачно. Так же, как любой контент на ютубе, как Игорь говорит, найдет своего зрителя, так же и слово хер найдет, как проскользнут в это интервью, да, Игорь? Ну что? Ой, бля, ты хочешь, чтобы в Риге с тобой что-то попиздились? Или что это будет? Давай. Ну что касается ютуба, интернет-юмора, вы следите за какими-то каналами, за теми, кто не связан с телевидением? Я, честно говоря, пока у нас не было своего канала, я даже ни на кого не подписался. Просто вы новые люди в интернете, вам же нужно как-то, не знаю, сравнивать, ориентироваться на что-то, отталкиваться. Ну я, я слежу, но я, на самом деле, вот как-то, в основном по, наверное, по трендам. Ну то есть по таким каналам, которые не являются какими-то открытиями. То есть я еще не скажу, что... Ну да, я давно, я вообще смотрю много чего на ютубе, в меньшей степени юмор, в большей степени какие-то другие штуки. Но клик-лак, чекен-карри, то, что задает тренды сейчас юмора на ютубе, ну так или иначе все равно приходится смотреть. Нравится, не нравится – это другой вопрос. Мне что-то нравится, что-то не нравится. Ну все, что делает гудок, это своеобразно, но меня воодушевляет. Клик-лак местами меня веселит и смешит, местами тоже домой, это просто чересчур агрессивно. В целом... В социальной лиге плохих шуток это не чересчур агрессивно. Ну это странновато, то есть там же не всегда агрессия, там наоборот, большая доля не агрессивна. То есть они же не обсираются и не ругаются просто матом ради мата. Ну я думаю, людей, про которых они шутят, может это задеть. Ну это другое дело. Интересно, что некоторых людей, про которых они шутят, кроме них никто не знает. Очень смешная шутка про Навацкого. Ну не знаю, сколько из тех людей, которые его посмотрели, знает кто-то такой. Что Алексей Навацкий сказал на павшей на него лесной дикой кошке? Это все. Рысь, отъебись! Я, кстати, очень много интервью смотрю на самом деле. То есть сейчас, конечно, многие берут интервью. Не в обиду вам будет, скажем. Многие начали заниматься этим жанром, наверное, потому что они поняли, во-первых, что это... А, можно же не на первом канале брать интервью, а я всегда хотел, например. Вот. И, например, у Дудя не все там, несмотря на то, что он там типа хедлайнер этого направления, ну, объективно, по объективным показателям, не всегда у него, именно у него, те гости, о которых мне хотелось бы узнать, послушать их интервью и так далее. Вот я на вашем канале смотрел интервью недавно с каким-то мужиком. Нет, я о нем... Как лестно. Спасибо. Слушай, интервью было очень интересным, но я забыл, как его зовут. Вот. С каким-то... Ну, на самом деле, многие из тех, кто будет смотреть интервью, будут говорить, что какие-то три мужика. А мы уже в том возрасте, когда иногда приходят люди нас снимают. Нет, если ребята решат все-таки выкладывать куда-то это интервью, то кто-нибудь, может, и скажет, что какие-то три мужика. Да поскольку... Нет, давайте себе, пожалуйста, я смотрел интервью с каким-то мужиком. И ты знаешь, очень понравилось, да? Было восхитительно. Мне реально понравилось. Мужик? Вот такой мужик. Я просто не буду сейчас задавать уточняющие вопросы, чтобы он потом не обиделся, когда он, не дай бог, посмотрит это интервью. Вот. И все, мы потеряли, Игорька. Нет, не дай здесь. Нет, есть много недооцененных интервьюеров. Например, мне нравится поговорить. Да, я про них только хотел сказать. Они классные, но почему-то... Все пишут про Дудя. Да, ну, например, Полонский не приходил к Дудю. А вот с ним было бы интересно, немножечко сошел с ума, как мне кажется. Но мне интересно было послушать вообще про этот человек. Но в силу того, что я... Вы экономисты. Да, да, да. И мне было интересно... Ну, я знал, что это за человек, когда еще занимался профессионально... По специальности деятельностью. Вот. И мне было, конечно, интересно посмотреть это интервью. Не все же нам смотреть маленьких рэперов, про которых я узнаю в основном только из интервью. Не, ну, реально, да, у кого было сутка что-то... Ты заснул? Нет. Блядь, блядь. Действительно. Блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь, что чем больше смотришь, Дудя, тем меньше разбираешься в известных людях, блядь. Блядь, блядь. Кто такой... Чем больше понимаешь... Кажешься себя старым, нет? Ну, нет, ну, после всего уважения, вот Джонни Бой, да, вот. Это наш земляк. Он же лежал. О, тогда другого. Другого мужика, да. Да, другого. А после этим мужиком. Это... Ну, Джонни, не знаю, там, Гонфлад, да, вот. Не, почему старым? Вот, смотрите, мы все говорим, блядь, мы такие старые. Мы посмотрели... Почему старые? Мы посмотрели интервью у Дудя какой-то тип сидел, который там... One hundred and twenty five. Не надо так называть, символично, что я очень плохо сказал по-английски. One hundred and twenty five, если там сидел человек, почему это я старый, а? Например, да, собака Мэйлрус. Он сделал какой-нибудь такой... Ну, короче, какой-то тип, типа там, The Door, там, да, оказывается, что это какой-то нереальный рэпер. Но вот если бы пришел к Дудюшу, вот один из, если можно было так сделать, один из Смешариков, я бы это интервью не смотрел. Но уверен, что миллионов тридцать у него просмотров набралось бы. Кстати, хорошая идея, пускай Смешарика пригласить. Вот, потому что просто я не смотрю, я не смотрю Смешариков, но это юмористический контент, просто для детей. А я чуть взрослее, ну не старый. Ну да. Просто мне это неинтересно. Я уже, ну, посмеялся про то, что можно там, про что мед был не в той банке, в которой они все думали, например. Про другой? Абсолютно, это обжаряешься с шуткой из выпускового. Я смотрю постоянно, почему я свожу. Я вообще фанат. И у меня есть, записано с собой. Сейчас он заснет, и дайте мне вопрос. Гар, как ты в Новый год будешь встречать? Новый год, к сожалению, вместе с этим человеком я буду встречать. На работе или? Да, мы поедем в Израиль. У нас там будет два концерта. Да, будем жить. У нас там будет два концерта. Ну, что, скажем это. Будет два концерта, у нас там, да, и мы будем новогоднюю ночь вести в Тель-Авиве. Ну, вообще, на девятнадцатый год, какие вы себе ставите цели? Миллион подписчиков в Ютубе, миллионы просмотров. То есть, весь акцент будет идти на интернет пока что? Нет, не весь. Мы же в семью уходим. Мы себя никак не ограничиваем, в смысле творчества. И у нас есть несколько таких возможностей, открытых, на которых мы работаем. Пока о них говорить бы не хотелось, потому что они... Нереализованы, и по большому счету, что бы я ни сказал, это все неинтересно, пока не реализуется. Но мы себя никак не ограничиваем. Конечно, мы большой упор делаем на наш канал, только потому, что это единственное место, где мы делаем то, что нам хочется. Нам вообще никто не говорит, вот это не делай, это нельзя, а вот это лучше делай вот так, и так далее. И это круто, и мы, собственно, за это и боремся. Мы очень хотим его развить, конечно, чтобы у нас была возможность выливать весь свой творческий импульс, со мной туда, какой бы он ни был. Завтра Володя придет, скажет, я хочу быть мемом, например. Мемом. Мемом. Например, да, мы скажем, ну давай попробуем, что, посмотрим. Если у нас один критерий, короче говоря, на нашем канале, один критерий. Мы показываем это обязательно зрителям, то есть запись идет со зрителями. Если зрители смеются на записи, значит, это объективно смешно. И мы это оставляем. Если зрители не смеются, то мы это не оставляем, мы просто не показываем это. И у нас отсутствует необходимость в связи с этим накладывать смех, кстати говоря. Хотя уже какие-то комментарии такие появлялись под нашим видео. А сколько заплатили людям за смех в зале и так далее? Нет, там кто-то писал, что прямо говорит, зачем вы накладываете смех. А, не писал, кто-то меня спрашивал. А вы говорите, зачем смех накладываете? Да, но мы его не накладываем. Это странно. Иногда бывает такое, что как-то, может быть, по монтажу неудачно срабатываем, и кажется, что наложен смех. Но на самом деле это реальные зрители, и всегда звук конкретно с выступления. Никогда не бывает такого, что давай мы оттуда смех заберем с прошлого номера и наложим сюда. Потому что у нас не стоит задачи. Опять же, у нас здесь нет конвейера до определенной степени. То есть у нас не стоит задачи завтра продать какому-то каналу 25 выпусков во что бы то ни стало, и уложиться вот в такую сумму. И в этой связи это самое пока лучшее место, в котором можно себя реализовывать. В общем, я думаю, что 19-й год пока можно будет в ближайшем, в начале 19-го года, можно назвать творческими поисками. Я думаю, что мы будем посвящать себя творческим поискам в дальнейшем. Как-то в разных форматах. Конвейер есть у нас, там уже в дверь стучат, поэтому тут новые люди придут сюда сидеть. Мы желаем вам исполнения. Всего задуманного. Роста вашему каналу. Спасибо. И давайте встретимся через год, когда у вас будет миллион подписчиков. Давай. Через год или когда у нас будет миллион подписчиков? Потому что второе может наступить раньше.